Значит, вот это наблюдение такое есть, что дети, они более взрослые становятся, выглядят серьезнее, чем некоторые взрослые, которые превращаются в детей, слабеют. Этот секрет, который мы наблюдаем, феномен, сейчас есть что-то в этом, заключается в разуме человека. Разум зависит целиком и полностью от цели, выбранной человеком, и вкуса, который он испытывает в жизни. То есть, хотите возвысить разум, дайте человеку более высокий вкус, воспитайте его, ну, к музыке, к живописи, к одежде, к пище, к философии, к знаниям, к чему угодно. Высокий вкус даете, и разум становится высоким. И мы знаем, если нужно испортить разум, дайте ему что-то из низшей категории. Одна доза ЛСД, и все, говорится, в общем-то, специалисты, что человек уже может быть наркоманом, гарантированно, практически. Одна хорошая доза инъекции ЛСД, но максимум две, все, необратимо. Этот вкус проникает в разум, и разум подчиняется, все, слабеет, деградирует. Поскольку он управляется вкусом и целью. И дети, они чисты. В каком смысле? У них не пробуждены некоторые желания. Как вы думаете, какие у них желания не пробуждены? Да, верно, верно. Сексуальные желания. Главное, в общем-то, самое сильное, самый сильный вкус, который будет влиять на нас в течение всей жизни, на взрослых людей, начиная уже летом с 15-16, может быть, чуть младше, 14 лет уже люди чувствуют притяжение. Но именно привязанность позже появляется, лет после 20 лет уже начинает это становиться настоятельной потребностью привязанности. Психологи говорят, что каждые 3 минуты взрослый мужчина думает о женщине. Просто о ее форме, ее теле, о ногах или груди, какой-то части, неважно, всплывает вот такая вот вещь. То есть, фактически, ум постоянно вращается, как вокруг оси звезды, вокруг полярной звезды все вот так вот вращаются. Или другой пример, бык, он привязан к тому, как, по кругу ходит, что-то перемалывает пшеницу, что-то, вот, бык. Вот он по этой оси ходит таким образом. Также и ум человека, которого пробудилось тоже желание, он вокруг этой оси будет постоянно вращаться, далеко не уйдет. Вот на привизе будет этот ум находиться, а у детей нет. И теперь представьте, как ребенок учится. Элементарно, просто. То, что взрослому почти невозможно, это нужно столько усилий. Он автоматически просто слова запоминает, все, склонение, падежи, все знает, потом ему уже объясняет, что это падеж, что склонение, это множественное число. Потом ему уже показывают, что это все означает. Он это делает спонтанным образом. До 12 лет дети в дворянской России, это дворяне, их воспитывали, знали уже до пяти языков. Каждый ребенок до 12 лет знал до пяти языков. Французский, немецкий, английский, русский, итальянский, может быть, еще. Они умели прекрасно рисовать, танцевать, излагать мысли на бумаге каллиграфическим почерком и знали, как общаться с разными социальными уровнями людей. То есть они были совершенно образованы, чтобы уже общаться с миром, входить в жизнь. В 12 лет вот такая вот информация. И вся то есть учеба в ведах тоже говорится то же самое, что до 11 лет вы должны сформировать личность, успеть. До 12 лет дать ему высокий вкус, который бы защитит его от всех других низких вкусов, с которыми он столкнется в жизни, несомненно. И с алкоголем столкнется, и с чем угодно столкнется. Но если он уже имеет высокий вкус, заложенный в своего разуме, он будет защищен этим вкусом. Все остальное будет казаться ему непривлекательным. И если до 11-12 лет мы так не вложили выше вкус, всегда личность будет в опасности. И вот поэтому, когда он уже взрослеет, он подчиняется низшим вкусам. То есть дети, представьте себе, контролируют чувства. Такова их природа. А значит, что их разум свободен. Их фантазии, их вкусы, их таланты, они уникальны дети. Это всем известно, что дети, они уникальны. Робертина Лоретти как пел, слышите? А потом перестал петь, естественно, так. Но также можно петь и по другой причине. Не только потому, что мне чистый разум. Бывает, что искверненный разум тоже заставляет петь человека. Например, влюбился в кого-то человек, запел тоже. Стихи начал говорить. Тоже такая есть энергия, отражение как бы этого принципа. Как сказал ему на Ачаре, один из великих-великих святых Древней Индии. Он сказал такую фразу, что если бы у человека было бы еще одно такое же желание по силе, как сексуально, у него не было никаких шансов на самоосознание и познание мира вообще. Это очень могущественная вещь. Поэтому, поскольку дети нынешние не получают подготовки специальной, чтобы войти во взрослый мир, вот с таким разумом защищенным, мы боимся за них. Мы предчувствуем, что вот, наверное, проживет как все. Когда мы были детьми, наверное, каждый слышал от своих родителей переживания от старших, от матери, особенно от бабушки. Каким ты будешь, мы не знаем, будешь ты пить или не будешь пить. Вот твой отец пил или кто-то там еще пил, ты не будешь пить? Нет, спрашивают его. Пока он маленький, он не пьет. Но его спрашивают, а ты когда вырастешь, будешь пить? А он не знает. Например, в детстве я думал, что я никогда не женюсь. Все так думали, правда же, мальчишки? Жениться, а зачем они думали? Да нет, я никогда не женюсь. Отец мне говорит, тут у тебя будет семья, женишься. А я ему говорю, сам женись. У меня не планировал никогда жениться. И вот одна из причин, почему взрослые, поскольку они уже не контролируют чувства, дети имеют преимущества над ними, большие. Но, к сожалению, даже в этом случае взрослый человек не воспользуется этим преимуществом. Он думает, что ребенок просто глуп. И вопрос его глупый, и творчество его глупое. Хотя сам ничего сделать подобного уже не может. Попробуйте нарисовать то, что рисуют дети. Мы делаем такие кружки иногда и выставки выставляем. Аналогов нет. Это неподражаемо. Нарочно такого не сделаешь. Это нужно быть ребенком. Нужно быть непосредственно, что-то видеть, чувствовать и понимать. Один день прожить для ребенка, это прожить огромное количество переживаний, в осмыслениях, это огромный промежуток времени. То есть, каждая секунда жизни осмысливается. Почти что каждая секунда ребенка осмысливается. Он очень подвижный, быстрый, восприимчивый. Острота чувств. Все есть. Потому что еще в разум не проникли взрослые желания. Вот в этом веды учат. Уметь контролировать чувства, когда мы повзрослеем. То есть, остаться ребенком в этом смысле. Слово восприимчивым, чистым, творческим. Даже дети индигой, вступая в жизнь, теряют свои способности. Таково наблюдение.